Для дирижера Рикардо Арауио Участник уникального проекта телеканала «Культура» «Большая опера» Александр Миминашвили впервые в своей жизни исполнил арию «Порги» из оперы «Порги и без». Кстати, на Большой опере эта ария звучала в исполнении другого участника проекта Евгения Культурова. Миминашвили же тогда исполнил песню «Мастера Дуетла» и из музыкала «Моя прекрасная леди». Александр признался, произведения 20 века даются ему не так легко, как хотелось бы, но участие в проекте телеканала «Культура» сделало его более дерзким и упорным в достижении любой поставленной цели. Я могу сказать, что после Большой оперы много каких-то вещей стало делать гораздо легче, потому что тот опыт, та школа, которую нам пришлось пройти за два месяца всем участникам, понять вообще соль и, как говорится, кровью и потом все это зарабатывать, конечно, гораздо проще все. Впервые на этом концерте Миминашвили выступил в дуэте и со своей коллегой по «Геликон-опере» Инне Звенятской. Продвейский репертуар дается ей так же просто. Сложная, да, это их национальная. Я не могу оценивать со стороны, но в себе, в душе, я пытаюсь, зная, как люди это пели до нас и как преподносили настроение, я пробую то же самое родить в себе. Молодой скрипач Даниил Милкес исполнил отрывок из «Скрипача на крыше». В отличие от вокалистов, инструменталисту было проще. Да и к тому же материал ему познаком, приятен и непонятен. Мое поколение, оно все-таки выросло больше и на таких фильмах тоже, поэтому мы, как никак отчестно, привязаны к американской культуре и к американским фильмам. Некоторые смотрят уже фильмы современные, а многие, в общем, имеют возможность смотреть фильмы 50-х, 60-х годов. Несмотря на все сложности перевода, участники этого концерта с поставленной задачей исправились, сумели передать на повторимый, едва уловимый, роддейский дух к классическому исполнению. Станислав Дурет, Денис Тейсинтоп, Новый Культур.